Дороги в Абакане Дороги в Абакане Дороги в Абакане Дороги в Абакане Дорогу прочистили только к самой деревне И то говорят хорошо С тем, что внутри за долгие годы Привыкли справляться сами Отсюда и где ваша машина стоит Я дорогу сам лопаты кидаю Я потому что тут много лет живу Я это все знаю До весны чуть не будет Рою снег, копаю тропинку Хоть какую-нибудь К рабочему месту Засыпает зимой Просто напрочь С утра до обеда это постоянно только на снег Если снега падает В этом сельском совете Четыре деревни Разбросаны они в десятках километрах по тайге Несмотря на расстояние и климат Грейдер для административной единицы Предусмотрен только один Каждому Жилому дому Согласно своих обязанностей Я должен содержать подъезд На случай Какого-то пожарка Чтобы пожарная машина подошла В любое время года Держать улицы Хоть в каком-то подобии порядка Почти всегда удается Но в этом году получилось так Что снега сначала не было А потом разом выпало много Несколько дней чистили Круглосуточно В режиме ЧАЭС Даже помощи просили У местных предпринимателей Не за спасибо, конечно В общем, все, что могли, сделали Поэтому и возмущений В поселках особенно нет Они же и там, и здесь Не успевают, видимо Елена Крылова, Сергей Казьмин Вести, Хакасия Хакасия стала чаще гореть В первый месяц года В республике резко возросло Число пожаров За две недели 2014-го Уже произошло Три десятка возгораний Это на порядок больше Чем в тот же период В прошлом году Огонь уничтожает Не только жилье Хозяйственные постройки Автомобили Но и уносит жизни людей В праздничные дни В пожаре погиб один человек Еще двое получили Серьезные травмы Ожоги и отравления Основные причины Остаются те же Неосторожное обращение с огнем В том числе курение Несмотря на мягкую зиму По-прежнему очагами трагедии Остаются печи И отопительные электроприборы Мы призываем граждан Быть предельно внимательными С огнем Потому что морозы еще впереди Морозная погода будет И население будет активно Использовать печное отопление Поэтому за печами нужно следить Электрооборудование и печи нельзя Оставлять без присмотра Не доверять топку печей И присмотр за электрооборудованием Детям Недееспособным членам семьи Следить за детьми Соблюдать элементарные правила Пожарной безопасности И еще одна из основных причин Это конечно курение В нетрезвом виде Которое приводит не только к пожару Но и как правило К гибели человека Минприроды России Запустила систему Общественного контроля Наша природа Это позволит любому Оперативно сообщать Об экологических правонарушениях И получать ответ О принятых мерах Граждане могут сфотографировать Или снять нарушения на видео При этом можно использовать Даже мобильный телефон И отправить на сайт Указав место нарушения На карте и краткое описание Электронная заявка Поступает в региональное управление Росприроднадзора Пока система будет применяться В основном для ликвидации Несанкционированных свалок Но позже с ее помощью Будут бороться с загрязнением водоемов Незаконными рубками леса Строительством в природоохранных зонах В 2015 году в Хакасии Должны достроить Два социально важных объекта Это второй лечебный корпус Республиканской больницы И краеведческий музей Имени Кызласова Сегодня на объектах Министр регионального развития Провел штаб Где обсудили выполненный объем работ И дальнейшие планы По строительству в зимних условиях Строить второй лечебный корпус Республиканской больницы Начали в прошлом году Чтобы уложиться в срок А это 2015 год Подрядчикам необходимо наращивать темпы За два года строителям Предстоит возвести Восьмиэтажное здание Не считая подвального этажа Общая стоимость проекта Вместе с медицинским оборудованием Более трех миллиардов рублей Основные работы придутся на текущий год К следующей зиме Новый корпус планируется Подключить к отоплению И у нас заложены 450 миллионов 475 миллионов даже На текущий 2014 год Если мы поймем, что к лету Мы сможем освоить эти средства И можем перевыполнить этот план То будем обращаться в федеральный госстрой Чтобы нам увеличили строительство Здание строится по новому сейсмоустойчивому проекту Семибальное землетрясение ему ни по чем Как, впрочем, и новому краеведческому музею Его строительство ведется на территории Абаканской зоны отдыха Подрядчик тот же, что и на больничном корпусе Небольшое отставание от графика было и здесь Финансирование поступило буквально В последние числа декабря Поэтому была заминка со строительством Сейчас все с финансированием Вопрос решился И мы с каждой неделей наращиваем темпы Будем еще один блок копать Планируем к весне уже практически выйти полностью На весь котлован здания Несмотря на то, что подрядчик красноярская фирма Основной состав строителей набирают из местных Сейчас музей строят около 40 человек К концу января количество рабочих мест Планируется увеличить в два раза Олеся Калиниченко, Антон Михайлов, Вести, Хакасия Сегодня сразу несколько интернет-изданий Хакасия Опубликовали информацию о том, что в республике Зафиксированы случаи бешенства Напомним, это одна из наиболее опасных болезней Из общих для человека и животного Зараженный дикий зверь может передать инфекцию Не только домашним животным, но и их хозяевам Если вовремя не оказать медицинскую помощь Носитель болезни умрет По данным Всемирной организации здравоохранения Ежегодно от бешенства погибают Более 55 тысяч человек Как нам удалось узнать В ветеринарной инспекции На территории нашей республики бешенство По крайней мере за прошедший месяц не выявляли Вполне возможно, авторы сообщения использовали Устаревшую информацию за весь 2013 год Тогда действительно были обнаружены Три случая заражения животных Сегодня причин для паники в Хакасии нет Кроме того, специалисты еще осенью ввели профилактические меры У нас ежегодно проводятся плановые Ветеринарные профилактические мероприятия В частности, вакцинация домашних животных Собак, кошек, так и сельхозживотных Также в государственной ветеринарной службе Проводится оральная иммунизация диких плотоядных По итогам 2013 года у нас разложено 53 тысячи доз в местах, в таежных По всем территориям и во всех районах Ровно 19 лет назад в Грозном погиб танкист Из Хакасии Игорь Ахпашев Старшему лейтенанту посмертно было присвоено Звание Героя Российской Федерации Сегодня в первой абаканской школе Где учился Игорь, по традиции Прошли уроки мужества Третья учебная четверть В первой школе по традиции Начинается с открытия вахты памяти Она посвящена Герою России Именно в этих стенах в 80-е Игорь Ахпашев Постигал азы наук и мечтал о будущем Когда маленький был, военный пуражку Никогда летом не снимал Все всегда носил Говорил, я военный, я военный Как дядя Детские мечты сбылись Окончил с отличием Казанское танковое училище Попал по распределению в Кемеровскую область А в январе 95-го во время первой чеченской кампании Старшего лейтенанта командировали на Северный Кавказ Танк Игоря Ахпашева во время штурма Здания Совета Министров в Грозном Поразил 10 огневых точек боевиков От попадания в башню боевой машины Сдетонировал снаряд Родители узнали о том, что сын был на Северном Кавказе Только после его гибели Посмертно Игорю Ахпашеву присвоили звание Героя России В нашей бригаде, в 74-й бригаде Было 4 Героя России посмертно Из них 3 с танкового батальона Вот Игорь, Немцов Паша и Юра Моисеев Память об Игоре В 74-й бригаде, в танковом батальоне Танк номер 520 У него на обороне, на башне Звезда Героя нанесена И имени Героя России подписано Все эти годы сослуживцы поддерживают связь с родственниками Игоря А 13 января собираются вместе в школе Делятся воспоминаниями о 25-летнем парне Именно таким Игорь остался в сердцах близких ему людей Для современных школьников чеченская компания уже история Игорь Ахпашев – яркая звезда ее страниц Одно из самых важных – это то, что почтить память такого великого человека Который учился в нашей школе Игоря Ахпашева Каждый человек, который учится в нашей школе, он должен быть приобщен к таким мероприятиям После памятной церемонии в школе родственники сослуживцы Игоря Ахпашева Ученики побывали на кладбище К могиле Героя России возложили цветы и венки Наталья Громашова, Дмитрий Парахин, Вести Хакасия Еще пять льготников Хакасии получат жилье в новом году Речь идет о вынужденных переселенцах, ликвидаторах последствий радиационных аварий Людях, переехавших в республику из районов Крайнего Севера и приравненных к ним территориях Список получателей уже утвержден в Министерстве труда и социального развития Хакасии Сертификаты вручат семьям из Абакана, Черногорска, Саиногорска и Аскизского района В министерстве напоминают, субсидии выдаются в рамках федеральной подпрограммы На эти цели центр направил более 131 миллиона рублей С этого года страна встала на путь глобальной пенсионной реформы На последнем заседании Госдума приняла вариант, предлагаемый Министерством труда и социального развития Очевидно, государству все сложнее платить пенсии пенсионерам и льготникам Деньги нужно где-то находить Чем все обернется для тех, кто только собирается на заслуженный отдых, выясняла Марина Конодакова Сегодня с нашей зарплаты в пенсионный фонд отчисляется 22%, 6 из них идут на выплаты базовой части пенсии нынешних пенсионеров Остальные 16 делятся на 10% страховой части и 6 накопительной Пока она заморожена, но со следующего года человек должен определиться, куда он направит свои 6% Если он не определится с решением, то есть останется молчуном, накопительная часть автоматически переводится в страховую Что выбрать 6 или 0? Однозначного ответа специалисты не дают Между тем, молчунов среди работающего населения Хакасии, да и по всей России, порядка 70% И им самим необходимо принять решение, за которое они будут отвечать размером будущей пенсии Государство дает фиксированный процент доходности Возможность проинвестировать в частных компаниях гораздо выше, то есть получить там более высокий процент доходности Ну и выше риски Выше риски Размер пенсии зависит и от других параметров Стажа, официальной зарплаты, возраста выхода на пенсию, а также от стоимости пенсионного балла За 5 минут в нюансах новой формулы не разберутся даже опытные специалисты пенсионного фонда Схема абсолютно новаторская для России К примеру, впервые в стаже будет учитываться декретный период, а также служба в армии Люди, выходящие на пенсию в этом году, могут не беспокоиться Им будут начислять довольствие по старой схеме Совсем другое дело те, кто уходит на заслуженный отдых через 2-3-4 года Во время их трудовой деятельности действовали разные законы о пенсиях Так что и считать каждый период будут по-разному Мы будем считать за трудовую деятельность до 1 января 02 года по старому После января 02 года мы будем брать страховые взносы И с 1 января 2015 года мы будем брать уже считать в баллах Конкретный расчет по новой формуле специалисты показать не могут И только на словах убеждают, что перемен опасаться не стоит И набрать баллы для приличной пенсии под силу каждому среднестатистическому россиянину Ежегодно на заслуженный отдых в Хакасии выходит 8-10 тысяч человек Однако пока от них нет большого запроса на знание реформы Почему так происходит, однозначно ответить сложно, однако эксперты уверены В современных условиях каждому необходимо научиться брать ответственность за свое настоящее и будущее Можно не верить, можно верить, но нужно понимать одно У нас та пенсионная система, которая есть, другой не будет У нас то здравоохранение, которое есть, другого не будет Образование точно так же, рынок труда точно так же То есть нужно сегодня принимать действительность той, которая есть И соответственно уже в рамках этой действительности принимать те решения, которые, ну скажем, делали бы жизнь нашу лучше, качество бы ее повышалось. Реформа необходима для сбалансированности всей пенсионной системы, утверждают разработчики. Но другой вопрос в том, насколько стабильна система. Ведь, как показывают опросы, многие россияне попросту не верят в то, что существующий порядок останется и через 15-20 лет. Стремясь обеспечить свою старость, они рассчитывают прежде всего на себя, но никак не на государство. Сегодня в России отмечают Старый Новый Год, один из самых неоднозначных праздников в нашей стране. Его традиция идет от 1918 года. Тогда страна перешла с юлианского календаря на Григорианский, по которому сейчас живет практически весь мир. И даты оказались сдвинуты на 13 дней. Таким образом, в ночь с 13 на 14 января каждый может позволить себе допраздновать самый любимый праздник. Правда, по данным социологов, сделать это решили меньше половины россиян, 48%. Это были все новости к этому часу. Далее смотрите рубрику интервью. Речь в ней пойдет о законе, который волнует всех, кто собирается покупать недвижимость. С этого года налоговый вычет будет производить по новым правилам. О том, что изменилось, Алексей Гончаренко спросил у заместителя руководителя налоговой службы Хакасии Юлии Капуцких. Тема важная, не пропустите. Ну а я поздравляю вас со Старым Новым Годом. Пусть в ваш дом приходят только добрые вести. И оставайтесь на канале Россия 24. Увидимся скоро. Субтитры подогнал «Симон»!